Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Болейко и канал Гиберболей. В среду, 16 марта, президент Тукаев выступил с посланием к народу. Три последних года Касым Жумар Тукаев делал это в начале сентября, на открытии осенней сессии парламента. Собирался сделать это и в текущем году, о чем объявил в самом начале 22-го. Но случился кровавый январь, затем война в Украине. И казахстанское общество не могло ждать 9 месяцев, чтобы понять, куда идет страна. Понял это и глава государства и перенес ежегодное послание на середину марта. Накануне этого важного события казахстанцам устроили настоящий разогрев перед основным действом. Напомню, что случилось в последние дни. Главной сенсацией оказалось, конечно, задержание в воскресенье 13 марта Кайрата Сатебалды, племянника Назарбаева. Об этом мы рассказали в специальном выпуске на следующий день. В понедельник ждала еще одна сенсация. Вечером телеграм-канал «Едилов онлайн» сообщил. Назарбаев подлетает к Астане. Вип-терминал столичного аэропорта закрыт на обслуживание с 19.50 до 20.30. К Астане подлетает самолет «Эйрбас», который после сложения Назарбаевым президентских полномочий остался закреплен за первым президентом. «Штилиц идет по коридору». «По какому коридору?» «По нашему коридору». «Штилиц идет по нашему коридору». Если первый президент прилетел, то зачем? Не на послание же и не на допрос в генпрокуратуру. Наверное, освободить из ЭВС любимого племянника и забрать его с собой. На святое дело идем, друга из беды. Вызволять». Во вторник тема «Штилица», идущего по коридору Акурды, информационного развития не получила. Однако в тот же день была выдана санкция на арест Кайрата Садыбалды на два месяца. Если предположить, что переговоры Токаева и Назарбаева состоялись, то они не увенчались успехом. 14 марта, пора дне первого президента, был нанесен еще один удар. Некоторые сайты и телеграм-каналы со ссылкой на источник сообщили о задержании олигарха Кайрата Боранбаева, свата Дориги Назарбаевой, сотрудниками головного офиса Агентства по финансовому мониторингу. Это бывший Финпол. Телеграм-канал Казачков Оффсайт уточнил, что Боранбаев задержан в рамках дела Садыбалды. Основное обвинение – хищение в госкомпаниях и легализация средств. Любопытно, что еще утром во вторник журналист с сайта ОРДА сфотал Боранбаева на прогулке в визит-центре Аюсай в Большом Алматинском ущелье. Официального подтверждения этого задержания до вечера 15 марта не последовало. На этом артподготовка к посланию президента не закончилась. Практически все СМИ сообщили о том, что в Казахстане перестали работать майнинговые фермы, связанные с именами известных бизнесменов. Среди них член семьи первого президента и его окружение. Это брат первого президента Булат Назарбаев, бывший глава нацкомпании «Казахгаз» Кайрат Шеребаев, которого называют гражданским мужем дороги Назарбаевой, Карагандинский бизнесмен Ерлан Нигматуллин, брат-близнец экс-председателя Можилиса Нурлана Нигматулина, Александр Клебанов, павлодарский олигарх Назарбаевского посола. Этот выстрел к артечью по клану первого президента был давно ожидаемым шагом. Многие его члены не только не уехали из Казахстана, но, похоже, не оставляли мыслей о реванше. А сам отец-основатель, хотя 18 января и объявил, что он пенсионер и вся полонта власти у Токаева, так и не смог расслабиться и наслаждаться заслуженным отдыхом. 9 марта он неожиданно воскрес в политической повестке. По приглашению турецкого президента Эрдугана прилетел в Анталью на дипломатический форум, где на полях проходили российско-украинские переговоры. Наверное, Назарбаев вспомнил лавры миротворца, но о его участии в переговорах не сообщалось. А тут еще прилет Нурсултана Назарбаева в аэропорт Нурсултан-Назарбаев города Нурсултан. Фактор 01-го становился напрягающим и мог стать дестабилизирующим, как для общества, так и для самого Токаева. Но за это он должен сказать спасибо самому себе. До сих пор обратно не переименовал столицу в Астану, не дал никакой реальной оценки 30-летнему правлению предшественника, говорил только о его исторической роли, да и закон о первом президенте не поставлен на утрату. А кто может запретить Назарбаеву отзываться на приглашение зарубежных лидеров, а также прилетать в Казахстан и даже жить здесь, если у него гарантии? Все говорит о том, что ментально 01-й не расстался с властью и с мыслью о том, что Казахстан принадлежит ему. И на мой взгляд, одна из трех главных интриг предстоящего послания заключалась вот в чем. Дистанцируется ли Токаев от Назарбаева, или затянувшееся прощание с прошлым будет продолжаться? На практике это означает, превратится ли картечный выстрел по окружению Назарбаева в артиллерийскую канонаду, или на этом запал закончится. Если наезд на олигархов и родню первого президента был воспринят в обществе однозначно позитивно, то другие события накануне послания вызвали смешанные чувства. От недоумения до отторжения. 14 марта Алматинский суд отправил под арест на два месяца Жанбулата Мамая, лидера Демократической партии Казахстана, которую Минюст не регистрирует уже долгое время. 25 февраля Мамай был осужден на 15 суток за организацию несанкционированного митинга в память о жертвах кровавого января, который прошел 13 февраля. Кстати, другой организатор митинга, Булат Абилов, за то же правонарушение отделался штрафом в 50 МРП. Как видим, два любимых принципа Назарбаева «избирательное действие закона», а также «разделяй оппозицию и властвуй» с успехом наследует Токаев. 12 марта у Мамая истекли 15 суток, однако его не выпустили и предъявили новые обвинения в оскорблении сотрудников сил безопасности и распространении ложной информации. Его родственники и соратники собрались у департамента полиции города и объявили голодовку. 15 марта посольство США в Казахстане разместило твит такого содержания. «Мы призываем правительство Казахстана позволить всем гражданам мирно выражать свое мнение, не опасаясь ареста или репрессии». Орда пишет, в заявлении не звучит имя Мамая, но по всей вероятности оно вызвано арестом активиста. Кроме того, 15 марта суд приговорил двух казахстанцев к пяти годам. Одного за разжигание межнациональной розни по статье 174 Уголовного кодекса и за призывы к насильственному захвату власти, статья 179. Это известный радикальный национал-патриот Маргулан Буранбай. Второй подсудимый историк, отец четверых детей Донат Намазбаев. Он пошел только по 179 статье. Доната я не знаю, но видел много постов в его защиту. Его друзья в шоке. Они пишут, что подобные обвинения можно предъявить каждому второму активному пользователю Фейсбука, что он попал под раздачу для массовости и собирает деньги для его семьи. На мой взгляд, эта острастка нацпатов связана в том числе с выступлением главного российского коммуниста Геннадия Зюганова с обвинениями Казахстана в русофобии. Лидер КПРФ толкнул этот спич почти два месяца назад, но в казахстанском медийном поле он неожиданно возник на прошлой неделе. В украинском контексте эта речь приобрела обновленную актуальность и могла быть расценена почти как казус Белли. Кстати, это был любимый прием Назарбаева иногда наехать на нацпатов, чтобы успокоить своих русскоязычных и сделать кул перед пул. Вот так! Но сегодня не только нацпаты могут оказаться информационным пушечным мясом. В зависимости от изменения политической ситуации на их месте могут оказаться и украинофилы, и сторонники Путина. Однако, если появляются новые уже токаевские политзеки, то чем же его правление тогда отличается от Назарбаевского? И в этом крылась вторая интрига перед посланием президента. Нас ждут реформы или продолжение игры престолов, то есть банальный передел собственности. Раз уж мы коснулись украинского контекста, то в нем я видел третью интригу. Ставит ли позиция Казахстана по отношению к войне определеннее? События накануне продолжали говорить о ее двойственности. В понедельник из Алматы по поручению президента Минздрав отправил первый государственный гуманитарный груз для Украины. Это 28 тонн медикаментов. Замечу, что активисты из гражданской инициативы Ель Булашагэ сделали это еще в начале марта. С другой стороны, казахстанцы запустили петицию с требованием остановить вещание российских телеканалов на территории страны. Ссылку на петицию я оставлю в описании к ролику. Действительно, почему граждане должны десятилетиями потреблять соловьиный помет, а теперь еще и под соусом фронтовой пропаганды? Путин вам сказал инфраструктуру НАТО на границе 97-го года. Тогда как украинских телеканалов в казахстанском эфире я не припомню. Это что значит? Что Казахстан в этой войне на стороне России, невероятный триллер с тремя интригами, стал накануне послания президента одной большой загадкой. Станет ли сольный концерт Токаева слабее разогрева, сильнее его или равным ему? Итак, Токаев выступил с часовой речью. Анализируем послание президента вместе с политологом Досовым Садпаевым. Привет, Досов! Привет, Савадим! Спасибо за приглашение. Президент начал с фразы «говорить все как есть, мой принцип». Давай проверим, как работает его принцип и будем останавливаться на самых узловых моментах. Сначала прокомментируем то, что он сказал, а потом то, о чем он умолчал. Итак, первое. На официальном уровне признаны пытки после январских событий. Да, на самом деле, интересный момент, то, что свое послание он практически начал именно с этого пункта, с этой темы. Я думаю, это в первую очередь было связано именно с тем большим резонансом, который возник в Казахстане в связи с задержанием большого количества людей и появлением большого количества фактов, связанных именно с пытками по отношению к этим людям. Именно гражданское общество в Казахстане, оно и активизировалось вот по этому поводу и создало очень мощный информационный фонд. И более того, к этому стали подключаться международные организации. Помнишь, Вадим, Human Rights Watch также занялась анализом этой темы. И самое интересное, что в этом послании, кстати, Тукаев также сделал интересный тезис о том, что январские события нанесли определенный удар по репутации Казахстана. Вот как раз-таки и серьезный удар по репутации Казахстана был нанесен именно в этой сфере. В сфере работы правоохранительных структур в связи вот с фактами касательно пыток и так далее. Поэтому Тукаеву пришлось все-таки признать сам факт пыток, пришлось сделать заявление касательно того, что государство собирается предпринять определенные меры, чтобы эту ситуацию минимизировать в дальнейшем и прекратить в смысле дальнейшее силовое использование правоохранительных структур по отношению к задержанным. Ну, пока это только слова, конечно. Потому что, например, Вадим, мы уже сколько раз поднимали тему касательно реформы правоохранительных органов. Мы говорили о том, что необходимо там, как по аналогии с Грузией, проводить чуть ли не 80%, может 90% иллюстрацию. Но этого не произошло. Мы видели только отставку министра внутренних дел, при этом как бы никуда не ушел, стал советником президента. То есть, опять же, здесь мы видим какие-то очень странные немножко реакции власти на вот эти жесткие требования представителей гражданского общества, в том числе касательно реформы МВД, например, но и других силовых структур. Да, мы увидели сервисную полицию с утюгом в руках. Тукаев, наконец-то, ясно сказал, что госпереворот был направлен против него. Ага, причем тогда тут международные террористы, о которых нам постоянно твердили. Ну, Вадим, помнишь, когда мы эту тему тоже обсуждали, я тогда уже поминал вот эти, скажем так, словесные тезисы президента в январе, которые, кстати, загнали его в определенную ловушку. Там о 20 тысяч террористах, например, с участием, в том числе, иностранных боевиков. Тогда я, кстати, уже говорил о том, что, по идее, сам факт появления цифры, такой мифической, в первую очередь было связано с тем, что Тукаеву нужно было легитимизировать и легализовать приходу ДКБ в Казахстан. То есть одно дело, когда, например, внутри страны происходят какие-то внутренние протесты, и ты призываешь военно-политическую организацию со стороны, чтобы она подключилась, как бы есть много вопросов, да, как бы собственный народ, как бы разбирайся с ним сам. А когда ты здесь говоришь о том, что на тебя напали международные террористы, да еще в таком большом количестве, в том числе, то есть, естественно, как бы есть определенные основания для того, чтобы обратиться к ДКБ, вот, чтобы получить поддержку. Но опять же, я вот не раз об этом говорил, по сути, ДКБ, они просто включились во внутренний элитный конфликт в Казахстане, поддержав одну из конфликтующих сторон, в частности, в лице Тукаева. Вот. И я думаю, что как раз-таки вот тезис о международных террористах, это в первую очередь была некая такая упаковка, которую нужно было поднести, в том числе и международной общественности, и в целом общественности в Казахстане, для того, чтобы внутри этой упаковки появился УДКБ. Среди заговорщиков, он сказал, были высокопоставленные персоны, но ни одной фамилии не назвал. Хотя мы уже по последним дням знаем как минимум две. Почему не назвал? Чтобы остальные боялись? Ну, может быть, это такой принцип контролируемой напряженности со стороны президента. То есть, Вадим, очень важный тезис, о нем я тоже не раз говорил. В чем была проблема Тукаева с 2019 года? И, по сути, как бы в январе он пытается эту проблему решить. Это проблема его легитимности. То есть, легитимности в глазах общественности. Понятно, что после президентских выборов, так называемых президентских выборов 2019 года, как бы часть общественности не слишком воспринимала Тукаева в качестве легитимного президента. Вот в январе мы, как видели, часть элиты даже решила бросить ему вызов. И более того, часть госаппарата даже заняла такую выжидательную позицию. Тоже в какой-то степени показывает, что не рассматривал в качестве легитимного игрока. Только приход у ДКБ в какой-то степени заставил их быстро перебежать на сторону Тукаева. Вот сейчас, по сути, Тукаев эту легитимность пытается укрепить. Укрепить, в том числе, внутри госаппарата, внутри элиты. И это он также пытается делать через роль такого жесткого руководителя, который готов, скажем так, кого-то и брать под руки закона. То есть, задерживать и выносить определенные какие-то обвинительные приговоры в будущем. Поэтому, да, то, что ты правильно отметил, это было, в том числе, сделано для того, чтобы был такой элемент страха у части элиты по отношению к президенту. В том плане, то, что он не хотел дипломат, а человек, у которого есть определенная железная воля и возможности. В то же самое время, тот факт, что он это не озвучил еще публично, пофамильно, кто в этом участвовал. Ну, может, кроме Карима Масимова, который первый оказался, скажем так, под ударами кулака второго президента. Я думаю, тут, Вадим, скорее всего, еще есть фактор торга определенного. То есть, внутриэлитный торг идет. То есть, список тех, кто должен сесть, по-моему, только формируется. Не будем забывать, что есть еще и внешний фактор. То есть, когда мы говорили о ДКБ, о факторе Путина, о том, что он определенную роль тоже играет, и в плане гарантии безопасности Назарбаеву, как первому президенту. То есть, здесь идет вопрос о том, какие гарантии безопасности он давал другим членам семьи первого президента. Кто в этот список еще мог входить. Судя по всему, Карат Сетебалды, которого задержали, он из этого списка выпал, если он когда-то у него входил, либо вообще не входил. Но я думаю, что определенный торг, возможно, идет по поводу того, кто может попасть в этот список новых задержанных, а кого минует меч, карающий правосудие. Я думаю, это тоже одна из причин, почему фамилии пока не называются. То есть, тотальные зачистки членов семьи президента и его окружения, в том числе финансово, ты думаешь, не будет? Будет такая избирательная? Я думаю, да. Я думаю, определенная избирательная будет здесь работа вестись. Хотя, опять же, с точки зрения легитимности Тукаева в глазах общественности, он как бы попал между двух огней. То есть, с одной стороны, есть определенные гарантии, возможно, которые он давал, и Путину, и Назарбаеву. Но, с другой стороны, есть и требования, которые звучат со стороны казахстанской общественности, в том числе, касательно членов семи первого президента. То есть, многие, на самом деле, хотят, чтобы были вынесены определенные вердикты по поводу их деятельности и даже приговоры. И, кстати, вот там арест или задержание по Какарата Сатыбалды. Арест. Да, арест. То есть, это все в любом случае является тоже попыткой Тукаева немножко как бы вот это успокоить общественность. То есть, показать то, что мы работу уже ведем, ребята, вот как бы уже начались первые удары. Вот. Но обратите внимание, пока эти удары идут, скажем так, по периферии, да, семьи. То есть, пока не было ударов там по дочерям первого президента, по влиятельному зятю и так далее. Может быть, к этому они и придут чуть позже. Но я думаю, что вот эти все аресты, они в том числе имеют такой политтехнологический характер со стороны Тукаева, чтобы убедить общественность в том, что он частично выполняет их требования и желания увидеть на скамье подсудимых кого-то из окружения семьи первого президента. Ну, кстати говоря, я не удивлюсь, если вот круг задержанных Масимовым, Буранбаевым и СТ Балды будет исчерпан. Потому что вот эти задержания накануне послания, они мне, знаешь, что напомнили? Трудовые рапорты к съезду КПСС, да, в советское время. Вот. Переходим. Татьяна, еще хотел бы добавить. Да, еще хотел бы добавить один момент. Вообще, вот, ну, казахстанская политическая система, она и при Назарбаеве, в принципе, при Тукаеве осталась такой же, это патрон-клиентская система, да. То есть задержание любого высокопоставленного представителя, там, политической бизнес-элиты Казахстана, это не просто задержание какого-то человека. Это, по сути, задержание человека с определенным чемоданом компромата. То есть, там, задержание того самого Сатыбалды или Бурамбаева, по сути, это возможность, там, для Тукаева сейчас, может быть, добрать нужные компрометирующие материалы на других членов семьи первого президента, может, на кого-то еще из окружения первого президента. Вот. Ну, и понятно, что, там, арест Сатыбалды, он в любом случае, несмотря на официальную версию с Казахтелекомом, будет иметь тесную привязку к инварским событиям. Опять же, к твоему вопросу, там, о террористах, там, и о прочих, скажем так, боевиках. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь, как бы, такая совокупность факторов. Переходим к политическим реформам. Тукаев сказал, что об их масштабности говорит количество принятых законов. Такой любопытный арифметический подход. Напоминает фразу «Почем баррель демократии?» И ни слова о том, как эти законы работают. Ну, здесь, опять же, немножко такая традиционная схема, как вот, помнишь, ты уже упомянулся, да, отчетности и рапорта. То есть, брать количество, но не делать акцент на качестве. В принципе, так работает весь наш государственный аппарат, для которого важно больше освоить денег, да, чем показать какой-то конечный результат. Но же самое здесь мы можем наблюдать определенный момент, что, как бы, говорится, там, условно, о десяти законодательных изменениях, которые должны были либерализовать политическую систему Казахстана. Но, опять же, Вадим, мы видим, что даже с момента принятия изменений законополитических партий в Казахстане новых политических партий не появилось. То есть, об этом ты тоже говорил в своих интервью. Вот одним из индикаторов, кстати, того, как работает закон, является вот конкретный факт. Поэтому мы и призывали, что в этом году, если уж речь власть ведет, там, о активизации партийного плюрализма и так далее, в стране должны появиться новые политические партии, в том числе оппозиционные. Тукаев в своем послании заявил о том, что необходимо смягчать процесс регистрации. Это, кстати, то, что вот мы требовали в течение долгого времени. Дело не в количестве членов политических партий. Вот он сказал, что можно уменьшить, там, с 20 тысяч до 5. Вот, дело не в количестве. Можно хоть до 100 уменьшить человек. Если процесс регистрации политических партий будет определяться не министерством юстиции, а администрацией президента, то тогда ничего не произойдет. Понимаешь? Вот. И тогда, в любом случае, неугодные партии будут постоянно сталкиваться с большим количеством проблем, о чем, кстати, мы с тобой уже не раз говорили, когда будут находиться кучи разных причин, чтобы их отсеивать. Опять же, ссылаясь на какие-то определенные юридические моменты. Поэтому вот январские события, они как раз вот об этом тоже мы говорили, являются вот этой точкой бифуркации, когда уже президент, как и прочим, и существующий госаппарат, он уже не может играть просто словами. У него очень мало времени, чтобы реально что-то начинать менять. То есть, если с 19 по 2022 год, скажем так, у Тукаева был определенный период, когда он всегда мог ссылаться на то, что есть библиотекарь, и есть там куча саботажников, которые мешают ему работать. И, кстати, он может сослаться на то, что законы когда-то принимались еще при Назарбаеве, как вот этом самом библиотекаре, и поэтому они не могли в полную силу заработать. Потому вот обратив, Вадим, на вот этот интересный момент, что даже вот когда сократили с 50 до 20 тысяч членов партии в рамках новых реформаторских изменений, сейчас вот Тукаев предлагает сократить до 5 тысяч. Возникает вопрос, почему это не можно было сделать еще уже тогда, во время первой... Сейчас мы до этого дойдем. Вот маленькие примеры жизни, вот, о качестве работы вот этих законов. Мне сегодня утром написал один известный активист, не буду называть его фамилию. Он подал, не подал, отправил уведомление в Акимат Алма-Аты о проведении на площади Чукана-Валиханова митинга против войны в Украине. И ему отказали на том основании, что уже как бы подана заявка на проведение митинга в поддержку реформ. Он пошел в алматинский филиал партии Аманат Нуратан, бывшая, да? И там лихорадочно рисовали плакаты. То есть, явно они подали заявку позже, да? А президент говорит, что вот, то есть, не будет нужды проводить митинги по любому поводу. То есть, сразу идет сигнал о том, что опять, значит, будут митинги правильные и неправильные, да? Вот. Или, допустим, вот Мамая на 15 суток посадили, сейчас ему, значит, на 2 месяца его арестовали, а посадили на 15 суток за проведение митинга 13 февраля. Фактически это была не митинга, а тризна, да? По памяти жертв репрессии. Вот. Булата Билова наказали, значит, 50 МРП штрафом. То есть, опять вот это вот разделяя и властвуй, да? Идет избирательность закона. Да, и здесь, кстати, интересный момент, Вадим. Вот в послании, например, меня что-то насторожило в самом начале. Когда была попытка как бы разделить гражданское общество. То есть, президент, в очередной раз, напомнил о том, что были, скажем так, активисты, которые активно поддерживали власть в плане расследований, там, и пыток, и задержаний. Вот представители, скажем так, гражданского общества, которые активно поддерживают эти политические инициативы и реформы. И были там другие, скажем так, как он называл, да? Популисты. Люди, которые, скажем так, крикуны и прочие, которые там что-то требуют. Которые где-то нарушают порядок и закон. То есть, опять же, это немного напоминает то, что было при Назарбаеве. Помнишь, когда, Вадим, были свои СМИ, да? И были чужие СМИ. То есть, своим все, а чужим препятствия, да? Были свои партии, были чужие партии. Как же по принципу, да? Были, скажем так, свои ГОНГО. Ну, неправительственные организации, связанные с властью. И были те организации неправительственные, которых прессовали. Вот этот посыл в плане того, что гражданского общества делится на своих и на чужих, он не очень хороший, я лично считаю. То есть, не с этого нужно было начинать. Тем более, что в послании Тукаев постоянно говорил о национальном взаимодействии, о необходимости консолидации. Но если это уже начинается в плане раскола гражданского общества, это не очень хорошо, мне кажется. Да, разные мнения, единая нация. Мы с тобой неправильные, мы с тобой чужие, крикуны и популисты, потому что мы задаем неудобные вопросы. Казахстан должен перейти от суперпрезидентской республики президентской с сильным парламентом. Досом, скажи, пожалуйста, а это не попытка изменения конституционного строя? А то вот тут на днях двоих приговорили к пяти годам за такую попытку? Самое интересное, то что, по сути, президент заявил о президентской парламентской форме. И вот я, кстати, когда послушал вот эту его фразу о том, что суперпрезидентскую систему нужно менять на президентскую с сильным парламентом, я сразу вспомнил 14-й год, когда еще Тукаев был спикером Сената. И, кстати, вот тогда он озвучил вот эту свою фразу, которая потом сильно разошлась, о том, что в Казахстане уже начался этап формирования президентской парламентской системы. Это был 14-й год. И о том, что в Казахстане должен быть, значит, сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство. Вадим, если помнишь, была такая у него триада. Вот. То есть, по сути, сейчас он озвучил то же самое. Понятно, что в 14-м году он был только спикером, сейчас он президент. На самом деле можно говорить о чем угодно. Можно даже Казахстан назвать хоть парламентской республикой. Но, понимаешь, форма, она должна всегда подкрепляться определенным содержанием. Потому что для меня, например, президентская парламентская республика в первую очередь предполагает определенные ограничения функций президента при, естественно, поднятии статуса парламента, равноценный статусу президента. Потому что в Казахстане самая главная проблема с 95-го года – это отсутствие системы сдержек и противовеса. Ее в Казахстане фактически никогда не было. То вот помнишь, Вадим, в своем последнем интервью с вице-спикером Сената, как раз ты понимал тему, да, там парламент, нотариальная контора или, помнишь, там, копировальная машинка, да? Администрация президента. А, принтер, да, администрация президента. В принципе, да, эта функция, она до сих пор остается. Поэтому тезис о президентской парламентской системе, он не нов. Тукаев в 2014 году сам этот тезис поднимал. Для того, чтобы сформировалась эта система, необходимо сформировать абсолютно новый парламент, состоящий из абсолютно новых партийных игроков. Но вот здесь, кстати, Вадима, возникает определенная проблема, потому что Тукаев уже в рамках своего послания озвучил кучу разных законодательных инициатив, которые нужно реализовать, и внесение изменений. Судя по всему, это будет делаться со старым парламентом. И, судя по всему, это займет довольно длительный период времени. То есть расчет на то, что в Казахстане пройдут досрочные парламентские выборы, которые, кстати, где-то питали надежду некоторые активисты, этот расчет пока не оправдывается. Будет ли появляться в Казахстане новые политические партии, как раз это и покажет. Ситуация после послания. И опять же, будут ли эти партии опять фейковые, фейковые оппозиционные, либо реальные, это тоже покажет ситуация после послания. А что касается, кстати, вот этого жесткого приговора по отношению к Донату и Маргулану, которых обвинили в национальной, социальной розни. Вот опять же, это немножко напоминает то, что было при Назарбаеве. Я вот сам как раз участвовал в нескольких судебных процессах, вот, в качестве со стороны защиты, вот, когда писал политологические экспертизы. И вот многих активистов, опять же, обвиняли примерно по таким же пунктам. Но кого-то обвиняли за критику власти, кого-то за критику партии Нуратан, их тоже обвиняли в разжигании социальной розни. Но при этом вот как раз вот сейчас многие в казахстанской общественности возмущены этим жестким приговором. Тем более, один из них является отцом четырех несовершеннолетних детей. Вот я видел, что у него жена тоже, да, она вот, скажем так, со здоровьем проблемы. Мать старенькая. Но это на самом деле парадокс, Вадим. Почему? Потому что людей обвинили в том, что они со своей точки зрения, опять же, ссылаясь на слова Тукаева, озвучивали многообразие точек зрения. То есть свою позицию по отношению к России, обвиняя в том, что она совершила агрессию по отношению к Украине. Вот. Ну, давайте тогда сказали, а, скажем, б. То есть если вы так печетесь о обеспечении социальной стабильности, чтобы здесь не было национальной социальной розни, давайте тогда запретим на территории Казахстана вещание российских пропагандистских каналов. Если вы так беспокоились, да, давайте. Потому что они вносят социальную рознь и национальную рознь в Казахстане. Эти всякие Зюгановы, Никоновы, куча целого с и маленькой тележки пропагандистов здесь, в Казахстане, просто-напросто раздербанили все наше общество на сторонников и противников Путина. Поэтому я думаю, что вот, пожалуйста, вам тоже конкретный пример того, такого, знаешь, как бы точечного подхода к наказанию. Вот этих наказать, а здесь ничего не делать. Я думаю, что если уж что-то и представляет угрозу для социальной стабильности и вносит социальную и национальную рознь, то, в частности, вот эта информационно-попагандистская машина России, которая здесь, в Казахстане, представляет угрозу для информационной безопасности. Ну, сам, я даже боюсь представить, сколько можно при желании впаять нам с тобой за наши с тобой диалоги. Потому что докопаться можно до любого более или менее активного пользователя Фейсбука. Я об этом говорил вот в первой части этого выпуска. Еще про суперпрезидентскую модель. Тукаев сказал, что она была оправдана раньше. Так и оправдана, да? Опять же, помнишь, Вадим, когда мы с тобой говорили о выступлении Тукаева еще в январе, тогда мы упоминали вот китайскую модель, да? Дэн Сиопин и Мао Цзэдун. Вот, по сути, она этой подтвердилась, модель. То есть Тукаев, опять же, сегодня выступал как некий аналог Дэн Сиопина в каком плане? То есть предложил кучу реформ, но при этом заявил о том, что как бы то, что было сделано раньше, там, да, были ошибки, были какие-то проблемы. Вот, Назарбаев, кстати, никак не упомянул в плане негатива, опять же, подчеркнул его значимость и роль, как когда-то Дэн Сиопин говорил про Мао Цзэдуна. Во первых строках. Да, то есть мы, опять же, здесь видим вот эту попытку, скажем так, перевернуть страницу 30-летнего, так называемого развития страны, которые, по сути, были застоем. И начать с новой страницы. О чем мы, кстати, тоже говорили, когда я, например, призывал, прежде чем двигаться вперед, ребята, ну давайте честно и открыто скажем, какие провалы были в прошлом, чтобы не повторить эти ошибки. Вот, но, судя по всему, Тукаев решил не использовать эту тактику. Почему, Вадим? Но, опять же, потому что, если копаться там, ну, опять же, не будем забывать, что Тукаев тоже был частью этой системы, правильно? То есть вот этой 30-летней создаваемой системы. То есть сейчас мы видим с точки зрения политтехнологии как раз попытку Тукаева отстранить от того, что было все эти 30 лет. То есть показать, что он как бы был чуть ли не, помнишь, троянский конь реформаторства, некий Зеленский внутри политической системы Казахстана. И вот, наконец, судьба и шанс дали ему возможность показать себе полностью как реформатор. Штирлис-бункере ты однажды его назвал. Да, Штирлис-бункере, как мы уже говорили, такой внедренный Штирлис в эту ставку Гитлера. Ну и потом еще, Вадим, здесь еще есть очень важный момент. Я считаю, что вот это послание, это заявка Тукаева на президентские выборы, которые следующие, 2024 года. Хотя сейчас вот появились некие странные разговоры о досрочных президентских выборах, но не суть важна. По сути, это послание, как раз вот эта заявка. Власть сильно была напугана январскими событиями, не только из-за внутрелитной, из-за того, что протесты растут, социальная агрессия тоже высокая. Власть формально это признала, заявив о социальном расслоении и так далее. И понятно, что власть боится, что если к 2024 году хоть не будет каких-то изменений, то взрывы будут намного сильнее, намного катастрофичнее, потому что протестная пара никуда не надевается. Опять же, потому что у нас отсутствуют политические институты, через которые он может выходить в листе тех же партий. Поэтому я думаю, что как раз вот эти тезисы, которые Тукаев озвучил, в частности некие реформаторские в этом послании, это в том числе попытка уже немного, скажем так, этот пар снизить. Опять пообещав, что в течение вот этого периода, до двух лет, например, в стране будут какие-то изменения, в том числе и политические. Я думаю, что вот это одна из задач Тукаева начать уже, скажем так, президентскую кампанию свою. Следующая инновация, которая не стала для нас варидольной, поскольку мы уже к ней были подготовлены, запретить членство президента в партиях до истечения срока его полномочий. Ну, звучит замечательно, да? Но вот Путин вне единой России, и что это меняет? Опять же, в нашей политической системе, где существует... Вот президент часто упоминал термин ручное управление. Касательно экономики. Вот в политике оно у нас всегда существовало, ручное управление. То есть, когда президент, как главный водитель, как главный механик этой системы, он сам определяет, какая гайка должна вертеться, где вертеться, в каком направлении и так далее. Не суть важна, сейчас президент будет возглавлять политическую партию, либо нет. Если эта система будет выстроена по принципу ручного управления, то есть, когда президент и его окружение будут само опять определять, в каком направлении должна развиваться политическая система, какие игроки там должны присутствовать. То есть, если опять там будет определенная игра в имитацию плюрализма политического, в имитацию некой оппозиции и так далее, но при этом сама суть управляемости не будет меняться, с точки зрения того, что там будет всегда фаворит какой-то, главный центр принятия решений, от которого зависит все, то тогда, по сути, не суть важна. Будет ли президент представлять политическую партию или нет. Потому что он, по сути, будет, скажем так, стоять над системой, но как игрок, стоящий над системой, над всеми партиями, он всегда может выбрать любимчика. Понимаешь? Да, ну это традиционная схема для любых авторитарных систем. Почему, как раз таки, когда мы подняли тему президентской парламентской системы, почему парламент должен быть более независим и силен, чтобы не было таких любимчиков президента. Чтобы в парламенте были партии, которые не являются, скажем так, лояльными даже к президенту, могли бы представлять для него определенную такую даже оппозицию. Пока этого нет. Поэтому то, что заявил президент, это часть политтехнологии для того, чтобы, ну скажем так, удовлетворить определенные требования, которые существовали в рамках политических реформ. Эти требования звучали, помнишь, да, Вадим? Президент не должен, да. Но это только часть пазла. И это важная часть. Но если не менять систему в целом, то она не будет не играть никакой роли, на самом деле. Вот еще маленькие пазленки. Не только президент, но также председатель Центра избиркома, Конституционного совета и счетного комитета тоже должны выйти из всех партий. А также Аким и Регионов не будут возглавлять региональные филиалы партии власти, как мы понимаем. Это тоже новинка. И она такая парадикальнее будет. А вот она должна как-то сработать, как ты думаешь? На самом деле идея хорошая, опять же, с точки зрения ЦИКа, например, да, и всей избирательной системы. То есть это на самом деле довольно такая абсурдная ситуация, когда центральную избирательную комиссию возглавляет человек, который является членом какой-то политической партии. Это касается и председателя участковых избирателей комиссии и так далее. То есть это абсурд. Поэтому, да, это шаг определенный вперед, но этот шаг будет дальше идти вперед, если вся система, избирательная система по вертикали, она будет прозрачной и она будет под мощным контролем, еще раз повторю, в том числе и оппозиционных политических партий. Понимаешь, Вадим? То есть можно сделать так, что члены ЦИК, Акимы не являются членами политических партий, но если над ними нет надсмотрщика, то опять же, по принципу любимчиков и фаворитов при установке сверху, там, САПЭ, им скажут, вот тут пять политических партий, но мы считаем, что вы должны как бы поддержать вот эту. Создайте условия для нее. Ты знаешь, Вадим, административных ресурсов можно много разных использовать, да? Не будучи даже членом этой партии, лишь только потому, что тебе дали установку ее поддержать. Вот. И опять же, вот Акимы, скажем так, хорошо уже должны выйти условно из партии Аманат. Большинство из них были членами этой партии, ну, Ротан бывший. Вот. Но мы же не этого, все, да, все практически, но мы же не этого когда-то требовали, на самом деле. То есть требования, вот касательно кардинальной системы, кардинальной изменения политических системы касались выборности Акимов как таковых. Вот. И они должны представлять разные политические партии, разные общественные движения. Но обрати, Вадим, как это все трансформировалось? Сейчас, сейчас перейдем, сейчас. Сейчас перейдем. То есть мы даже здесь видим, даже здесь мы видим, скажем так, какую-то полубеременность, да? С одной стороны заявили, вот сейчас родится хорошая, классная инициатива. Она выглядит красиво, на самом деле. Но вот роды как-то будут идти тяжело, понимаешь? И непонятно, кто появится. Давай перейдем к новациям в парламент. Вот. Мажелис переходит на смешанную систему. 70% депутатов будут избираться на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. То есть это самовыдвиженцы, да? Не от партии. От домоданники, да? От домоданники, да. А твой комментарий? Ну, эта идея неплохая, именно потому, что как раз ее и часто озвучивали. Особенно после того, как у нас парламент, что там парламент, масляхаты перевели на пропорциональную систему. То есть это вообще глупость высочайшей степени. То есть когда местный представительный орган власти избирается только по партийным спискам и то закрытым. Это орган, который, по сути, контактирует с населением на низовом уровне. Но население не знает, на самом деле, ни депутатов, не может принимать участие в поддержке своих самовыдвиженцев из регионов, если они есть. Поэтому ведение пропорциональной мажоритарной системы это то, что требовали уже в течение долгого времени активисты. Например, Я лично предлагал 50 на 50, хотя бы с этого начать. Ну, сейчас 70 на 30. Посмотрим, как процесс пойдет, именно по поводу самовыдвиженцев в том числе. Потому что если это будет, опять же, с участием тех партий, которые присутствуют, ну, это шило на мыло, да. То есть нам нужны новые партийные игроки, которые могли бы сейчас уже, скажем так, избираться в новый парламент по вот этой смешанной системе. А вот, Вадим, по самовыдвиженцам, если ты помнишь, ведь можно создать кучу препятствий для того, чтобы оппозиционный самовыдвиженец не попал в парламент. Когда ты помнишь, я упоминал вот эту абсурдную ситуацию с маслехатами, да, когда из одного некого долга, который там в налоговой отчетности, человека снимали с выборов из одного только тенге. Вот. И там 10 тенге были, 15, ну, такие мелочи. Хотя все по закону было. Вот, как бы, вот, пожалуйста. Но это опять был избирательный подход. Поэтому, сказав А, то есть заявив о том, что будут самовыдвиженцы, нужно также сказать и Б, что процесс регистрации самовыдвиженцев будет прозрачным, в том числе для общественности, и только на основе рано праве всех участников. Потому что, если этого не будет, то тогда опять же и среди самовыдвиженцев окажутся любимчики, скажем так, фавориты, на которых делают ставку в числа крупного бизнеса, аффилированных сластью неправительственных организаций. Сейчас, в принципе, немало таких структур появилось. И это тоже будет имитация, имитация нормальных выборов. Тебе не показалось, что роль Сената снижается? Теперь он будет как жюри присяжных, то есть, либо одобрять законопроект, который прошел через Можилис, либо его не одобрять. Вот это вызвано тем, что сам Сенат в унитарном государстве, это какое-то пятое колесо в телеге, то есть, искусственно придуманная структура, как я назвал, пересыльная тюрьма или профилактория, или чем это вызвано? Ну, смотри, Вадим, вот в начале февраля на сайте Форбской Зет у меня вышла большая статья, какой парламент должен быть в Казахстане. В начале февраля. И там я большой блок посвятил именно тому, что в Казахстане не должно быть двухпалатного парламента, потому что появление Сената после 95-го года было определенной задумкой Назарбаева в первую очередь для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Потому что Сенат создавался как некая притарианская гвардия. При первом президенте как некий предохранитель. В случае, если вдруг в Нижней Палате возникнут проблемы, появится фронт, тогда Сенат, в принципе, может создать определенные препятствия для принятия тех или иных законов. Но самое главное, Вадим, Сенат создавался для того, чтобы усложнить процесс импичмента президента. Потому что для того, чтобы импичмент был проведен, необходимо согласие Сената. Более того, Сенат по Конституции должен сам проводить расследование. Достоин президент, стоит ли президент отправить импичмент или нет. То есть у Сената полномочия довольно серьезные в этом плане. Поэтому я думаю, что Сенаты сохранили как некую дополнительную, как продолжение вот этой традиции. Некий предохранитель, некая гарантия безопасности для президента. Потому что более того, до вот этих всех инициатив, которые Тукаев озвучил, Сенат и так уже представлял какую-то непонятную синекуру, правильно? Какой-то такой аппендикс на законодательном органе. А после этих инициатив вообще возникает очень много вопросов. То есть если Можелису дали больше полномочий, а Сенат сейчас уже меньше имеет эти полномочия, но в принципе получается, что Сенату еще больше урезали даже те минимальные функции, которые у него до этого были. А значит, еще это подтверждает мой тезис о том, что главная задача Сената, это будет опять же играть роль предохранителя на всякий случай. Ну, в результате каких-то возможных форс-мажорных обстоятельств, особенно после январских событий, если ты помнишь, да? Если вдруг будут на корабле будут или еще что-то по камере, здесь Сенат сможет президента защитить. Ну и потом по квоте. Я считаю, что вообще понятие квота, это понятие тоже абсурдное. Если это законодательный орган, там все депутаты должны быть выбранные, их не должны назначать там условно по какому-то списку, закрытому списку там президента или кого-то еще. Вот, но квоту сохранили, да, ее уменьшили, но ее сохранили. Вот, я думаю, что это тоже в какой-то степени, ну, скажем так, было не очень, не очень громким словом в плане реформирования парламента изнутри. То есть, ты считаешь, что Сенат еще только его пригодится? Я думаю, да, я думаю, да, потому что, да, в своем послании дело, слойки на том, что как бы есть унитарные страны, где Сенат существует, но большинство из этих стран, в смысле, это в большинстве унитарных государств это исключение, это не правило, если брать в совокупности международный опыт. То есть, у нас как бы взяли чисто так точечно определенные примеры. Вот, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что с 95-го года Сенат изначально создавался как искусственный орган именно для поддержки президента. Я думаю, что такая просто, как, кстати, спикер, бывший спикер Сената, да, вот, четко понимает важность Сената в этом плане. Вот, он хорошо знает эту кухню. Ты однажды назвал партию власти белым слоном, который Назарбаев, значит, только его подарил, в переводе на русский «Чемодан без ручки». Он еще один белый, еще один есть «Чемодан без ручки». Это Ассамблея народа Казахстана, и которые ты постоянно долбишь, как абсолютно фанерный орган, то есть, она теперь признана тоже менее значительной. Мало того, что ее квота снижена с 9 до 5 мест, так, вся она передана из нижней палаты в верхнюю. к тебе прислушались? Нет, опять же, была не только моя точка зрения, то есть, Ассамблея народа Казахстана, опять же, по аналоге с Сенатом, они примерно появились в одно и то же время, в одно и то же время, как два органа, опять же, в первую очередь, для поддержки президента, тогда Назарбаева, то есть, тогда Ассамблея народа Казахстана в определенный промежуток времени должна была играть некую роль парламента, в такой момент, то есть, выражать якобы мнение общественности Казахстана, полиэтнического разнообразия Казахстана, то есть, это была некая, скажем так, имитация «глаза народа», вот, Ассамблея, ее создавали для того, чтобы она что-то инициировала, опять же, по указке сверху, референдумы, какие-то инициативы по продлению полномочий президента, то есть, опять же, потому что, ну, скажем так, Назарбаев тоже очень любил делать ставку на то, что Казахстан это уникальная страна с большим количеством этнических групп, и более того, если ты помнишь, ведь, я думаю, скорее всего, Ассамблею народов Казахстана Назарбаев тогда создавал как некий, знаешь, элемент для получения Нобелевской премии мира. Я этого не исключаю. Сбыча мечты случилась. Да, то есть, была у него в свое время такая мечта, он постоянно провел всякие форумы межконфессиональные, межэтнические, показывал Ассамблею, как витрину, смотрите, вот, пожалуйста. При этом, это не спасло Казахстана от межэтнических треней и конфликтов. Более того, сама по себе Ассамблея, она, как и наш парламент, все время ловила тишину и молчание во время самых кризисных ситуаций, и во время тех самых межэтнических столкновений. И вот, пожалуйста, недавние заявления провокационные Зюганова, например, я слышал в плане обоснованные возмущения многих казахстанцев в том плане, а где Ассамблея народов в Казахстане? То есть, почему она не выступает в защиту казахстанской полиэтничности, того, что здесь, в принципе, скажем так, нет вот этих мифических гонений на теле и межэтнической группе, которую Зюганов озвучил. Тишина! Вот. И, кстати, Вадим, помнишь, кстати, вот в интервью, когда мы говорили про гуманитарную помощь Украине? Вот, пресс-конференция была, пресс-конференция была. Тогда я упомянул, что когда вот многие люди приносили эту гуманитарную помощь там в Астане, в посольство Украины, здесь, в Алматы, вот, это были представители разных этнических групп, и вот это была настоящая ассамблея народов в Казахстане. Именно вот это была настоящая ассамблея, формально существует. Поэтому я считаю, что этот орган, он, в принципе, как и Сенат, когда-то был искусственно создан, он не сыграл никакой мощной, позитивной роли во времена кризисных ситуаций. И, более того, он не участвует в сплочении наций, о чем говорит Тукаев. Он не участвует. То есть, нет ничего такого, и не было инициатив, чтобы на самом деле нанести контрудар информационный по отношению провокационным заявлением российских депутатов, псевдоэкспертов и так далее. Не было этого. Ну, в общем, Сенат и Ассамблея народа Казахстана, я бы даже не назвал их подушки безопасности, а это так, декоративные пуфики, скажем. Теперь вот, к той теме, которую ты уже начал, прокомментируй, пожалуйста, то ли выборы, то ли назначения акимов регионов и городов. Значит, теперь президент будет предлагать в Маслихаты не менее двух кандидатур, и они там будут устраивать выборы. Вот, я такой практики нигде не встречал. Ее же элементарно опять сделать абсолютно иллюзорной, то есть, имитировать, да, поставить там одного заведомо проигрышного, вот, подставного, да, чтобы изобразить конкуренцию. Это что, наш особый путь такой, выборов? Знаешь, Вадим, тема выборности акимов, она в Казахстане поднимается еще со времен Назарбаева. Эту тему поставили. В твоих выпусках мы эту тему не раз поднимали, кстати, один из них так и назывался, да, о выборности акимов в городе Алматы, пилотный проект провести, попробовать, протестировать. Вот, я так думаю, в администрации президента, в принципе, и в тех околопрезидентских структурах, которые готовили ему послание, очень долго ломали голову, как сделать так, чтобы и овцы были целые, и волки сытые, но по итогам у них получился какой-то Франкенштейн, понимаешь? Реально Франкенштейн, то есть, вроде бы, с одной стороны предлагается некий выбор, но этот выбор, опять же, сам президент определяет, кто будут этими кандидатами, понимаешь? То есть, он говорит, условно, эти два человека, которых я предлагаю на выбор. Хорошо. Кому он предлагает на выбор? Маслихатам, то есть, тем органам государственной власти, которые тоже имеют довольно низкую легитимность, не очень авторитетно у себя в регионах, в принципе, которые тоже формируются по партийным спискам и избирательный их процесс, он тоже не очень, скажем так, легитимен, и они будут определять внутри, опять же, кто из этих двух кандидатов, которые будет определять сам президент, достоин там возглавить регион, либо какую-то территориальную единицу. То есть, это до такой степени усложненная схема. Бюрократическая, демократическая. Да, это, бюрократическая, демократическая. Попытаются почесать там правой рукой левую пятку, через спину. Понимаешь? То есть, опять же, для чего это делалось? Они понимают, что нужно что-то предложить. Они понимают, что есть большой запрос. И на митингах сколько звучало требование введения выбранности Акимов. И о пилотах определенных и так далее. Но они решили пойти по-своему. Они решили, опять же, в рамках ручного управления держать эту ситуацию под контролем, чтобы как бы чего не вышло. Потому что, во-первых, понятно, что президент никогда не предложит кандидатов, которым он не доверяет. То есть, которые как бы не лояльны к нему. Понятно, что маслехаты, которые под контролем, скажем так, как и АП, и исполнительные власти, они тоже никогда не будут, скажем так, идти в оппозицию и поддерживать кого-то, кто, скажем так, может создать проблемы в будущем для власти. То есть, получается, фильтр на двух уровнях. И это никакого отношения к выборному процессу на региональном уровне вообще не имеет. Я бы это выразил такой фразой. Он хотел созерничать, да не знал, с чего начать. А вообще, вот это предложение, оно, знаешь, мне показалось очень органичным для президента, который вот одной ногой стоит в прошлом, да, а другой не в будущем, а вот в своих демократических хотелках, да, которые вот вроде бы, ну, надо что-то такое интересненькое, демократичненькое. Вот, про снижение. Да, Вадим, единственное, да, ситуация может единственное поменяться, если, во-первых, в Казахстане те же самые масляхаты будут избираться по другой схеме, да, по той же самой мажоритарной, как это было раньше. Сам выборный процесс будет конкурентным и честным и демократическим. Вот тогда ситуация будет совсем иной. Даже предложенные президентом кандидаты, они попадут отнюдь не в тропическую лагуну, вот, а попадут на арену гладиаторского колизея, понимаешь, да, вот этого колизея, где им придется реально, скажем так, отбиваться. Тогда, да, тогда это будет как-то еще более интересно выглядеть. Вот, но если я еще раз повторю, сами масляхаты в Казахстане не претерпят кардинальную трансформацию. Ты уже коснулся темой численности партий, ее снижение, я просто зрителям напомню конкретные цифры. Итак, для регистрации теперь нужно будет собрать не 20 тысяч подписей, а 5 тысяч. Минимальная численность региональных представительств уменьшится втрое, с 600 до 200 человек, на 30 процентов с тысячи до 700 человек сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии. Ну, как мы видели, вот, если Оргкомитет удовлетворил даже старым требованиям, там, 20 тысяч человек, там, было, да, как Демпартия Казахстана, но, если она сама или ее лидер Жан-Булат Мамай, по каким-то причинам не является фаворитом, то, значит, его место не в политической борьбе, а вот в изоляторе временного содержания. Ну, Вадим, тут можно вспомнить еще более старые истории. Помнишь, была Коммунистическая партия Казахстана, да, Сергей Болсинов в Ельзине? Она была официально зарегистрирована, тогда было намного жестче, требовалось даже для регистрации, там, 50 тысяч человек, но она прошла и это, то есть у нее были, ну, и убрали с политического поля, опять же, по политическим причинам. Дело, опять же, не в количестве членов партии для ее регистрации, вот, а дело именно в самой, в самих правилах игры политических, вот, и в процессе регистрации. Потом, честно говоря, вот эта инициатива уменьшить региональное представительство партии 600, там, до 200 человек, я считаю, что это полумера, потому что лично я выступал, чтобы вообще не было такого понятия, как региональное представительство, то есть партии не все обязаны иметь представительство во всех регионах Казахстана, то есть тогда вы ущемляете какие-то партии, которые могут покрывать часть Казахстана, да, значительную в том числе часть, ну, условно, давайте представим, что, условно, на юге Казахстана появилась какая-то политическая партия с большим процентом поддержки, потому что здесь население больше, но от нее требуют, чтобы, она в основном здесь, ее электрат здесь, она является некой региональной партией, от нее требуют, чтобы она имела представительство в других регионах Казахстана, где у нее такой электрата не будет, поэтому я думаю, что уменьшение 600 до 200, ну, это, скажем так, как мертвому припарку, да, то есть это в любом случае расходы, это в любом случае усложнение процедуры создания партии, то есть вам нужно в любом случае иметь эти филиалы физически хотя бы, ну, и потом, хорошо, чтобы партии имели филиалы, зачем это делать тогда в оффлайн, есть вариант с онлайном, есть цифровые формы, то есть я думаю, здесь опять же вот эта игра в снижении цифр, она выглядит может и красиво, но если копнуть чуть глубже, то выходит, что вот те же яйца только в профиль. Или барьер, все равно, да. Или барьер, да, или барьер, потому что это и дополнительные финансовые расходы довольно серьезные. Вот безусловная новинка, агитацию во время выборов разрешат вести в социальных сетях. Это что, власти стали считаться наконец с требованиями времени, с изменением информационного пространства? ой, здесь Вадим знает, кстати, мне вот это тоже интересно удивила фраза, то есть с одной стороны президент заявил о том, что да, политические партии, вообще политические деятели должны в соцсети уходить, а с другой стороны мы видим, сейчас хотят принять закон, закон об ограничении там функционирования социальных сетей при определенных условиях, то есть как-то вот тут непонятная политика, то есть с одной стороны вроде как бы признается важность социальных сетей в плане агитации, с другой стороны некий намек, ребята, что социальные сети не нужно рассматривать как вольницу, что в определенных условиях у нас есть рубильник, который мы можем в случае чего, если не выключить, то притормозить работу социальных сетей, вот, поэтому, поэтому я думаю, что здесь как бы вот, опять же, с точки зрения дипломатического опыта Тукаева, с одной стороны шаг вперед, с другой стороны вот эти все непонятные законодательные инициативы и вот то, что сейчас вот в Сенат, насколько я понял, еще не ушел, да, этот законопроект, но пойдет скоро, вот, это тоже вот сейчас вызывает определенную тревогу, это большой шаг назад, это уже некие движения по направлению к российскому опыту, там, создание суверенного интернета, такими темпами завтра можем там уже и выключать отдельные социальные сети, если вдруг власть посчитает их экстремистским, как, например, в России посчитали там мета, да, или вот Facebook, другие там структуры. Кстати говоря, он ничего не сказал, ты же имеешь в виду вот закон о кибербурлинге, да, законопроекта? Да, 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 практически не было упомянутого послания, хотя это сейчас тоже активно обсуждается и уже даже петиции собираются в плане того, чтобы этот законопроект не принимать. Именно с точки зрения того, что это будет угрожать именно всем социальным сетям по политическим мотивам. Все сторонники того, чтобы была борьба с кибербурлингом, все сторонники, но опять же опасаются, что власть будет это как повод использовать для того, чтобы в том числе бороться с неугодным контентом в соцсетях. И чем больше я иду старым уверяет, что это ограничено только кибербурлингом, тем больше у меня опасенно. Что президент имел в виду под иностранным вмешательством выборы? Иностранных наблюдателей, что ли? Очень обтекаема была фраза на самом деле. Но опять же, давай прецеденты брать, если брать мировые прецеденты, вмешательство России в выборы в США вызывали большие скандалы, в принципе, взаимное обвинение разных стран, то, что те или иные государства пытаются манипулировать общественным сознанием. Но, Вадим, если уж речь идет о вмешательстве даже не в выборный процесс, а в предпочтение граждан, в выборные предпочтения граждан, опять же, вернемся к тезису о том, что здесь вольницу имеют иностранные средства массовой информации. Соседей. Легко. Да, соседей. Которые легко могут сформировать любые выборные предпочтения по своему смотровению. Соседей. Да. Россию. То есть, да, Россию имеют в виду. Пожалуйста. То есть, это опять же вопрос о том, что если сказали о неких попытках вмешательства, то давайте тогда скажем МБ, что есть и риски того, что государство, которое здесь имеет мощные информационные рычаги влияния на общественное сознание многих казахстанцев при определенных условиях могут попытаться использовать этот инструмент, в том числе и во время выборов. В том числе с точки зрения формирования общественного влияния и мнения какого-то. То есть, здесь вот тоже вот эта проблема и риск есть. Я думаю, что когда речь идет о таких вещах, нужно быть более конкретным. Потому что Запад подумает, что речь идет о западном. Про Майданы какие-нибудь. Да, про Майданы, кто-то там пытается. Там наши оппозиционеры, кто за границей, казахстанские, подумают, что речь идет о них. О том, что они там влияют или пытаются влиять. Конкретики нет. То есть, здесь каждый может заложить свою, скажем, начинку в эту фразеологию. Внешне иностранное мешает. Так, в Казахстане создадут конституционный суд, который уже был. Да, он существовал небольшой период времени, подчел в 95-м году. На самом деле, идея это правильная, потому что я много раз разговаривал с юристами. Вот с Жухаром Утибековым недавно, кстати, тоже мы делали запись на моем YouTube-канале Аудитория М.К.З. Скоро тоже, наверное, выставлю, потому что это очень актуальная тема по судебной реформе. Там тоже поднимали тему по необходимости воссоздания конституционного суда. Именно для того, чтобы граждане Казахстана но конституционный суд это только часть судебной системы. Да, Вадим? Это как, например, партия, это часть только политической системы. То есть вы можете создать оппозиционную партию, но если вся система политически авторитарная, то эта оппозиционная партия работать не будет. То самое и конституционным судом. Он должен защищать права человека, но если эти права игнорируют другие органы власти, если права не ставятся в углу угла другими судами, а ты знаешь, что у нас судебная система, она находится под таким мощным волной критики из-за коррупции, из-за того, что слишком афилирована с исполнительной властью власти. Ее по сути нет как независимого органа. Помнишь, коррупционные скандалы в Верховном суде были даже? Даже в Верховном суде. То есть это вообще тяжело представить в других странах, чтобы это происходило. Регулярно причем? Регулярно, но если не будет меняться сама судебная система с точки зрения повышения независимости, прозрачности, антикоррупционных действий, то тогда эта хорошая инициатива опять потонет в потоке негатива. Тукаев предлагает внести в Конституцию поправки для полной отмены смертной казни, а вот в России ее возвращают. Как ты это оцениваешь? Ну здесь я думаю скорее всего шаг правильный именно с точки зрения ну уже озвученных это было еще и при Назарбаеве и сейчас Тукаев продолжает эту тему гуманизации скажем так и уголовного законодательства и в целом скажем так но Вадим здесь понимаешь такой диссонанс то есть Тукаев был давний сторонник отмены смертной казни вводил мораторий тут параллельно ситуации с пытками и со смертью людей во время их задержания то есть получается люди погибали не доходя даже до суда находясь в руках правоохранительных структур в результате каких-то определенных жутких действий то есть здесь тоже какой-то диссонанс с одной стороны это выглядит красиво это вписывается кстати в такой общий мировой тренд то есть Тукаев понимает что ему необходимо репутацию свою сейчас улучшать в глазах международного сообщества отмена смертной казни это тренд характерный для многих политический система особенно на западе то есть он пытается здесь быть тоже в тренде но с другой стороны мы видим что даже бессмертной казни люди просто погибают в застенках и здесь как это понимать то есть как это понимать то есть кто-то сам по собственному усмотрению выносит собственный приговор людям по сути там где-то их убивая какими-то своими пытками и так далее это было официально признано что да были факты смерти полиции полиции департамент полиции вот то есть вот Вадим здесь опять же какая-то вот эта абсурдная ситуация это хорошо я поддерживаю насчет там отмены но с другой стороны на низовых уровнях ребята люди умирают и без этого то есть без ваших гуманистических каких-то инициатив ваших призывов гуманизации уголовного там законодательства и так далее вот поэтому я думаю здесь порядки нужно наводить не только на уровне скажем так вот общего восприятия гуманистического подхода к человеку но в первую очередь на низовых уровнях на конкретных примерах Досым очень тебе интересно было про СМИ президент Тукаев призвал журналистов не работать по заказам извне вот это что значит прижмут грантоедов или у нас появятся иноагенты я здесь немедленно вспомнил его самое первое послание от начала сентября девятнадцатого года где он сказал что у нас государственной идеологии нет таких понятий как пятая колонна агенты влияния и враги народа а здесь что за тонкий намек на толстые обстоятельства ну я честно говоря удивлен был услышать этот тезис касательно СМИ потому что и при Назарбаеве и по сути это тоже сейчас наблюдается ведь на самом деле казахстанские СМИ были уничтожены я имею ввиду независимые те СМИ которые по сути могли бы обеспечить информационную безопасность Казахстана государственные СМИ эту функцию не выполняют более того мне кажется президенту нужно было поднять как раз вопрос именно эффективности государственных СМИ в первую очередь которые финансируются за счет налогоплательщиков нужны ли они вообще нужны ли они вообще какую роль они играют может быть их роль наоборот сводится лишь только к тому что создавая иллюзорную картинку на своих экранах они людей только раздражают либо опять же вот это официальное информационное поле оно будет сейчас наполняться Вадим о серых схемах финансирования СМИ в ответ могу сказать ребята во власти в АП в Нур-Атане в других структурах связанных власть но ребята не секрет что Нур-Боты фабрики троллей большое количество так называемых медийных игроков телеграм-каналов за чей счет содержится да за чей счет содержится вот это интересный вопрос если вы сказали давайте скажите давайте открывайте источники финансирования всех этих сторонников власти которые обливают грязью кстати критиков власти вот пожалуйста серые теневые схемы финансирования вот этих медийных структур которые формально ни с кем не связаны но фактически работают на кого-то во власти я думаю начинать нужно с этого то есть зачем с больной головы на здоровую все валить кстати у меня на канале да и у тебя наверное Нур-Ботов я их сейчас назвал Амботы по новому имени партии Амбонат да вот государство на них тратит деньги они стадами вот у меня пасутся да я их игнорирую а они же продвигают мой канал понимаешь с помощью вот этих срачей огромного количества комментов то есть они повышают мой канал так что спасибо за них это можно сказать бесплатная рабсила это мне государство поставляет из ботафирм вот этих вот а об этом никто не задумывается хоть какие-то хоть какие-то плюсы из цены должна же быть хоть какая-то польза да да какая-то польза есть хорошо в Старе создадут национальный Курултай ДОСМ значит который будет работать посредником между властью и народом у нас уже есть два посредника первый конституционный это парламент второй вне конституционный это национальный совет общественного доверия зачем нам еще один третий посредник знаешь мне вадим такое предположение что скорее всего этот национальный Курултай потом он заменит ассамблею народов Казахстана у меня такое предположение вот то есть на самом деле такие инициативы кстати не редкость центральная Азия я знаю там вроде в Кыргызстане тоже такая инициатива когда-то звучала в других странах центральной Азии вот я лично считаю что чем проще политическая система чем более она демократичная тем будет больше возможности населения без всяких каких-то прокладок что-то требовать от власти влиять на нее влиять на избрание кого-то во власть для этих систем необходимы только три основные власти которые могли бы сохранить баланс судебная законодательная исполнительная вот парламент должен быть самым главным органом с точки зрения представительства всех интересов всех граждан Казахстана через разные политические партии средства массовой информации как четвертая власть о чем мы уже говорили они должны действовать в условиях значительной свободы и возможности контролировать все три эти ветви власти все схема очень проста на самом деле но она и работоспособна когда вы создаете кучу каких-то структур непонятных всегда возникает и закрадывает сомнения есть ли здесь какой-то элемент манипулирования попытками манипулирования будущим общественным сознанием либо использование этих структур опять же для каких-то политтехнологических целей как когда-то Назарбаев использовал ассамблей народов Казахстана который якобы выступал отменение всех казахстанцев инициируя какие-то референдумы продление полномочий Назарбаева и так далее поэтому я все-таки считаю что если речь идет о политических реформах то наоборот систему нужно разгружать ее нужно по японской модели делать по принципу минимализма и эффективности тогда она будет более прозрачна она будет легко воспринимаемая населением населением легче будет контролировать бюджеты которые будут уходить на функционирование разных органов государственной власти когда же она усложняется ну всегда возникает очень много вопросов перед посланием я читал такие комменты на канале люди пишут не будем это смотреть целую часть все сидят лучше потом посмотрим что скажут значит Вадим с Досомом хотя я не анонсировал что будешь ты но люди уже заранее уверен появление тебя ожидаемо было так вот специально для таких зрителей я сообщаю некоторые детали которые может быть они еще не знают которые были в речи послания президента разделены три области восточно-казахстанская карагандинская и алматинская и появились в них три новых регионы это Абайская область бывшая Синепалатинская Улытауская бывшая Жесказганская и Житесуйская это я так думаю наверное будет алматинская агломерация но все это как и Конституционный суд уже было это опять дежавю ну да при Назарбаеве например создавали Туркестанскую область но на самом деле территориально-административная реформа в Казахстане все эти 30 лет она проходила регулярно то есть какие-то области объединялись какие-то разъединялись внутри них тоже проводились определенные разграничения но ведь дело же не в том как вы разграничите территорию Казахстана а самая главная проблема у Казахстана в том что по конституции мы унитарное государство а по факту с точки зрения экономики мы какой-то знаешь это вот напоминает немного средневеково феодальное государство раздробленность то есть каждый регион он так катастрофически сильно отличается от других но большинство объединяет то что они бедные неконкурентоспособные то есть мне кажется заниматься как раз сейчас необходимо тем чтобы может быть это даже новая часть государственной идеологии это возрождение именно регионов именно сельской местности именно аула в частности для чего во-первых это важная задача в плане регулирования внутренней миграции о чем мы уже не раз говорили потому что как бы вы не делили области как бы вы не проводили эту территориальную инициативную реформу если в этих регионах не будет качественного образования медицины не будет работы не будет доступа к культурно-развлекательной инфраструктуре вообще не будет каких-то перспектив эти регионы будут оголяться из них будут опять же уезжать в них государство будет опять же бухивать деньги для того чтобы что-то поддерживать как создавать какие-то потемкинские проекты в том что индустриальные чтобы убежать президента в том что все работает и все идет и это кто-то будет делать из тех акимов двух которые сберет управляемый маслехат понимаешь то есть опять же это будет та же самая имитация бурной деятельности поэтому я думаю что вот январские события кстати тоже показали и с точки зрения состава участников тех кто в беспорядках участвовал об этом мы тоже говорили это многие были и внутренние мигранты молодые люди которые приехали из других регионов Казахстана вот и этот поток и будет продолжаться и чтобы эту ситуацию изменить необходимо чтобы регионы не просто скажем так постоянно делились вот и постоянно скажем им давали какие-то определенные новые функционалы и не надо только заниматься вкачивать денег дотационные регионы нет самое главное сделать так чтобы в этих регионах появился человеческий капитал вот и он там оставался и работал на развитии этого региона тогда уже Казахстан будет полноценным унитарным государством то есть Вадим когда мы с тобой из Алматы выйдем в Казаларду в Тараш Шемкент либо Петропавловск там уровень жизни будет одинаковый примерно то есть там будет примерно равный доступ ко всем качественным услугам которые мы можем где-то еще найти в Алматы или в Астане пока этого не произойдет вот это все конечно выглядит может и красиво но как-то пока напоминает то что Назарбаев кто в свое время делал вот краил карту Казахстана но при этом не делал сам Казахстан сильным государством именно за счет сильных регионов кстати когда речь шла о разделении областей в этот момент в трансляции показали Акимов АКО Даниала Ахметова такой грустный стал а потом значит убежал от журналистов после окончания и не ответил на вопросы Доса я вот давным-давно нашел для себя такой инструмент для анализа я обращаю внимание не только на то что кто-то допустим в данном случае президент сказал но и то о чем он умолчал вот давай быстро я тебе скажу что я заметил а ты может быть что ты а мои находки ты прокомментируешь вот Тукаев не дал прямой оценке 30 годам правления Назарбаева да только косвенные такие что к январю привели застойные явления а при ком они были при Назарбаеве правильно да но главное ничего не было сказано об отмене закона о первом президенте да я здесь полностью с тобой согласен но опять же это вернемся к началу разговора там Денисиопин и Маудзедун да скорее всего вот эта негласная договоренность она имеет под собой силу ну силу именно в том плане что после январских событий Назарбаев пока не прикасаем в том числе и под определенные гарантии Путина естественно что и вопросы связанные с его функционированием как некого субъекта политического поля эти вопросы они тоже скажем так сильно не торпедируются Тукаевым ну возьмем хотя бы недавний визит Назарбаева в Турцию который вызвал очень большой резонанс вдруг откуда не возьмись да вдруг откуда не возьмись да вспомнил не ну опять же понятно то что его статус почетного председателя в рамках организации тюркоязычных государств или там почетного председателя в рамках Евразийского экономического союза этот статус не отменялся то есть он формально остался он в Казахстане потерял определенные полномочия но с точки зрения вот этих внешнеполитических скажем так плюшек которые когда-то ему дали эти плюшки еще остались вот и может быть это может быть является определенным доказательством того что Тукаев пока эту свою договоренность с Назарбаевым пытается сохранить именно в том плане что первый президент он не прикасаем ни с точки зрения физического какого-то попыток давления на него это касательно части закона о первом президенте который пока отменять не хотят вот и об этом уже официально заявили хотя технически Вадим сделать это можно было ну очень короткий посмотри как депутаты Нижней Палаты быстро приняли законопроект по поводу ограничения социальных сетей просто знаешь прямо спринтер а вот закон о первом президенте нет здесь пока нету никакой установки пока не было каких-то определенных а кстати тоже интересный момент Вадим депутаты ждут какой-то установки да то есть не было каких то есть сами депутаты не инициируют это месяц месяц ждали пока Дорига Назарбаева зама заявления подаст не ходила на заседание не могли ее уволить тоже команды сверху не было ну кстати вот здесь Вадим Вазикова такая интересная ситуация президент послания заявил о том что Можилий сейчас увеличит свои полномочия в плане издания законов принятия законов ну хорошо давайте то есть если до этого как бы Можилий заявлял о том что как бы ну по поводу закон о первом президенте не было никаких установок но вам же дальше основы полномочий давайте начинайте сами тогда покажите то что вы действительно как заявил президент меняетесь и формируете абсолютно новую как он заявил президентскую систему сильным парламентом вот пожалуйста вам конкретный пример мяч на вашей стороне господа качайте мышцы да качайте мышцы да если вы хотите в какой-то степени на словах а на деле показать что от вас что-то зависит второе ни слова не сказано о приказе стрелять на поражение на наших с тобой глазах это превращается в фигуру умолчания и в скелет в шкафу я как раз исхожу из того что в январе только я сделал несколько ошибочных для себя заявлений которые оказались определенными ловушками для него не только для него для его окружения для тех людей которые сейчас пишут ему выступления и даже послания это это по поводу 20 тысяч боевиков боевиков да то есть заметьте эту цифру тоже сейчас уже практически не используют хотя активно ее как бы подавали как важнейшую составляющую борьбы президента вот с этой ордой да где были иностранные экстремисты потом да стрельба на поражение вот например когда общаюсь с иностранными журналистами вот или с дипломатами например ну в принципе с представителями международных организаций я просто всегда задаю вопрос вот а как там условно воспринимали события январские в Казахстане и знаешь то есть они делали акцент именно на эту фразу на фразу стрелять без предупреждений многие исходили из того что именно эта фраза она и нанесла очень серьезный мощный удар по репутацию казахстанской власти вот я думаю что скорее всего Тукаев это тоже стал понимать здесь видишь важный момент Вадим после того как у ДКП появилось в Казахстане с учетом войны в Украине вот этот образ того что как бы Тукаев он как бы все делает с оглядкой на Путина на западе тоже сохранился до сих пор существует плюс еще вот скажем так вот эти инвалидские события пытки задержания там human rights высказывали свои претензии все это в совокупности создало очень опасную ситуацию для Тукаева именно с точки зрения его восприятия международным сообществом то есть он не хочет быть нерукопожатным и по сути сейчас у него есть определенный неплохой шанс вырваться вот из этого капкана на фоне того что там Россия и Беларусь окончательно падают в бездну вот но хотят конечно и нас тоже туда потянуть судя по последним заявлением Лукашенко давайте ребята соберемся вместе ЕС и ОДКБ и подумаем как нам противостоять западным санкциям всему миру то есть при этом интересно что Лукашенко упомянул вот мы же казахам помогли же как бы уже намек на то что ребята ну пора бы уже платить по счетам вот но я думаю что у Тукаева есть определенные возможности попытаться все-таки позиционировать Казахстан более независимо слава богу Казахстан наконец начал официально оказывать гуманитарную помощь Украине тоже обрати внимание Вадим долгий период времени чего-то ждали в то время как там волонтеры сами уже там шесть рейсов отправили плюс еще там собрали значительные финансовые ресурсы для помощи то есть опять же мы здесь видим именно определенную попытку Тукаева и в этом послании сделать закидон именно не только для внутренней аудитории но и для западной то есть показать что вот на фоне России где вся закручивают гайки здесь сейчас вот гнобят всех иноагенты и так далее вот здесь в Казахстане мы начинаем реформы и вот мы как бы сильно будем от них отличаться и вот мы здесь собираемся на самом деле быть более лучшими чем раньше я думаю что вот эта попытка она в том числе связана с умолчанием тех вот этих фраз да фразеологий которые когда-то использовались потому что они же и нанесли удар по репутации президента по себе просто знаю если признаешь ошибку даже трагическую во-первых камень с души падает да вот и это не признак слабости это наоборот признак силы когда признаешь ошибку тем более публичную а так она будет идти она и так будет идти с ним всю жизнь но будет тяжело пудовой гирей висеть на его сердце смотри президент провозгласил отход от суперпрезидентской республики президентско-парламентской предложил он сам насчитал 30 изменений в конституцию но не сказал что нужна новая конституция он даже говорил что мы не откажемся но он же предлагает вообще новый Казахстан как новый Казахстан может стоять на фундаменте старого основного закона почему не ставится этот вопрос вопрос очень фундаментальный да потому что по идее в идеале конституция это основной закон это правая база для функционирования в том числе политической системы например вот недавно мои молодые коллеги политологи Димаш Альжанов и Шалкар Нуситов они пресс-конференцию провели я хотел бы их поддержать в каком плане во-первых те кто не знал хотел напомнить что эта пресс-конференция была и кстати мои коллеги молодые политологи они озвучили свои предложения по поводу политических реформ в Казахстане часть из них да то есть эти предложения в принципе они как бы давно уже в нашей среде обсуждаются в частности они предлагали ограничить полномочия президента вот и касательно возможности ему распускать парламент вот что в какой-то степени создает всегда возможность давить на парламент вот и с точки зрения активного участия там по формированию правительства но тогда по сути это будет уже больше парламентской президентской системы вот или парламентской даже уже где парламент по сути является настолько самостоятельным сильным игроком что у президента будет меньше возможности там где-то на что-то влиять вот я лично сторонник того когда говорю о том что необходимо создать систему сдержки противовесов что если вносить изменения в конституцию то президент должен урезать свои полномочия не косметические а реальные полномочия понимаешь да вот и когда речь идет именно необходимости выносить изменения в конституцию то именно в этом направлении это и должно двигаться но Тукаев на это не пойдет опять почему не пойдет во-первых Вадим всегда нужно исходить из психотипа человека Назарбаев создал систему по своему образу и подобию ведь он создался как он сам был советской номенклатурой парноменклатуры поэтому по сути он систему казахстанскую вот эту номенклатуру создал немного похожую на советскую систему парноменклатуре постоянно шли схватки внутренние между разными элитными группировками и генеральный секретарь их сталкивал лбами и так далее контролировал их Назарбаев примерно такую систему создал вот когда мы говорим о Тукаеве нужно также учитывать его психотип то есть он вот по сути формально он сел в машину за руль машины техническую конструкцию которую он сам не собирал ее собирал предыдущий владелец при этом в этой машине заглох мотор уже давно там уже ржавый скажем так кузов колеса спущены вот и сейчас по сути Тукаев что пытается сделать он пытается эту машину хотя бы начать сдвигать но двигатель он не может покрасить покрасить да он красит и плюс еще накачал колеса но эту машину начали толкать ну чтобы создать имитацию движения что она едет хотя когда он сказал жена Казахстан Новый Казахстан для меня это вообще по сути это создание абсолютно нового автомобильного средства то есть абсолютно новой машины автобуса чтобы там сидел не только президент но и весь народ Казахстана вместе понимаешь то есть это не должен быть скажем так такая возможность где только рулят там несколько человек и при этом водители должны постоянно сменять пассажиры в случае чего то есть иметь возможность заменить водителя в этом автобусе вот Тукаев пока на это не идет почему потому что все-таки извините свою карьеру долгое время строил именно в Назарбаевской системе он пока знает только ту форму управления и методы управления которые были у Назарбаева как дипломат который работал на западе он знает что есть другие механизмы есть другие институты сейчас он пытается где-то что-то скрестить объединить но как дипломат Вадим он не сторонник резких и радикальных действий он об этом уже говорил по своем послании мы сторонники постепенных шагов ну понятно что постепенные шага могут длиться скажем так десятилетия я думаю что вот это тоже будет препятствовать ожиданию каких-то вот как мы в свое время про Михаила Саакашвили говорили у него же получилось за какой-то короткий период времени но у него другой психотип был и более того он доменял всю систему политическую а не отдельные части и более того дело это со своей командой реформаторов абсолютно реформаторски настроенных чего пока у Каева кстати нет потому что ты вот смотрел на телевидении депутатов Вадим да ну елки это же дежавю какой-то когда-то с таким же подобнострастием они слушали Назарбаева аплодисменты они все были в маске да да и Назарбаева помнили то есть ощущение было дежавю помнишь про коллектив Назарбаев все время мы говорим вот я видел да когда коллектив Назарбаев внимал реформаторским инициативам Тукава а в голове у многих вертелась вертелась мысль как бы сделать так чтобы я в этой системе остался твое сравнение мне напомнило один детский стишок цыгане шумную толпою толкали долго паровоз а через год они узнали что паровоз был без колес ну да еще одна фигура умолчания она такая меркантильная вот ни на съезде переименованной партии не так давно ни в послании ни в одном из вот январских выступлений Касымжимар Тукаев не упоминает про целевой трансфер отдельный который он подписал в декабре на 3,5 миллиарда долларов на фирансирование предвыборных мероприятий партии Нур-Отан с бюджета деньги-то не маленькие для Казахстана а хотя на что я вот несколько раз задавался эти вопросы я так и не понял на что они эти деньги пойдут теперь он значит от партии дистанцируется она теряет статус партии власти да может депутаты зададутся вопросом а куда эти деньги пошли они же тоже голосовали за этот целевой трансфер но все молчат да вот это кстати вопрос очень важный потому что в послании например не было четкого акцента на важной ключевой составляющей функционирования партийной системы вот недавно мы с Андреем Чеботаревым политологом эту тему обсуждали вот тоже на моем канале там поднималась тема какая одним из важных элементов функционирования партийной системы является прозрачность ее финансирования вот без наличия прозрачность финансирования политических партий говорить о создании в Казахстане эффективной партийной системы бессмысленно потому что вот президент в своем послании сколько раз говорил о том что о необходимости скажем так бороться с теневыми схемами да с теневыми гонорарами с какими-то серыми зонами там финансовыми и прочее вот но почему-то это не было не было сделано привязкой именно к функционированию действующих политических партий потому что они получают финансирование изгод бюджета то есть те партии которые сидят в парламенте вот отчетность по финансированию партии не предоставляют в полной мере то есть то что должно действовать даже по закону они не выставляют а если даже выставляют то там общая сумма денег которая была куда потрачена нету информации то есть опять же дьявол кроется в деталях вот это знаешь Вадим напоминает твой вопрос о том что ребята давайте забудем что было в прошлом начнем строить новый Казахстан ну извините извините деньги-то потраченные на строительство старого Казахстана были многомиллиардные триллионные в тенге если брать во всех сегментах от финансирования партии там до нацкомпании и так далее как мы можем забыть про это потому что это деньги наших детей будущих поколений из нас фонда где-то какие-то деньги тратились из каких-то резервных фондов правительства такое ощущение что все деньги они с воздуха пролись и поэтому я думаю Вадим это просто связано опять же с нежеланием копать скажем так вот эту такую знаешь как бы гигантскую зловонную яму финансирования разных проектов за эти годы мне даже не 30-летие ладно за 15 хотя бы 10 лет потому что если начнешь вытягивать одно потянется другое если ты начнешь сейчас копать куда ушли деньги на финансированные тельственные партии как они не потратились появится много вопросов по поводу того какие головы должны полететь тогда в случае злоупотребления и так далее поэтому я думаю что здесь именно вот это нежелание пока еще трогать вот эту скажем так немножко вонючую тему которая еще больше будет вонять если к ней прикоснуться я думаю это как раз объясняет почему тема финансирования там Нуратана она вот пока вот как бы в таком зоне умолчания находится Досон президент Токаев сделал жителям Копчегая предложение от которого Харена не откажется значит сказал так если копчегайцы предложат переименовать их город в Кунаев я возражать не буду но это поучиться конечно мне надо у него но вот смотри а то что от него общество просит вернуть старое название столицы Астана он оставил но воздавая должность вроде бы Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву да он же считаю уже переименовал Копчегай Кунаев в это же самое время он как бы сопоставляет фигуры Назарбаева и Кунаева столица называется Нурсултан а Кунаев это областной центр который только вот только что был небольшим городом знаешь Вадим я очень хорошо знаю как работают политтехнологии все таки в сегменте политической аналитики уже в течение многих лет нахожусь здесь была очень простая схема политтехнологи Тукаева они четко ловили тренд на том что личность Кунаева в последние годы особенно среди молодежи стала сакральной ну помнишь там Ирина Кайратовна например да тоже очень известная группа активно как бы эту тему тоже поднимала через свою форму вот очень мощно сейчас идет дискуссия вот по поводу того что необходимо обвернуть достойное имя достойного сына своего народа то что пытался Назарбаев забвению предать это все нужно опять скажем так вернуть на достойные места вот и они это учли ну опять же как учли они это учли и решили сыграть на публику но как ты правильно заметил немного получилась какая-то странная ситуация не тот не тот эффект не воля сравнения да я не говорю там про Астану которую на самом деле пока еще не собираются переименовывать хотя по логике вещей раз мы говорим там о застое о провалах и так далее раз вы хотите учитывать мнение населения я думаю большинство казахстанцев сторонники этой идеи то в принципе это можно было сделать вот но даже в городе Алматы улицу Назарбаев еще сохранили да главный транспект и рядом скромная улица улечка Кунаева то же самое и маленькая улочка Кунаева то есть я думаю что многие алматинцы обеими руками поддержали бы если условно это центральную магистраль назвали бы именем Кунаева если бы аэропорт назвали бы условно именем Кунаева я говорю чисто про Алматы чисто про Алматы потому что это город был именно построен Кунаевым да но когда вот идет действительно ты правильно заметил такое сравнение Копщагай вот ну скажем так все-таки такой провинциальный город да и вот столица вот и как-то это все выглядит ну не очень камильфо скажем так не очень камильфо пытались угодить общественному мнению пытались да пойти навстречу но как-то получилось может быть не то как многие ожидали просто в начале этого выпуска я сказал что перед посланием было три интриги начну с последней она была такая станет ли после послания яснее отчетливее позиция Казахстана по отношению к российско-украинской войне в этом послании мы опять видели скажем так Тукаева как дипломата было сказано про геополитическую дестабилизацию про риски кстати был сделан акцент это очень важно на территориальной ценности Казахстана на сохранение суверенитета это важно кстати тоже посыл но я думаю это некая реакция на выступление того самого Зюганова и прочее вот ну и на ситуацию связанную с войной Украине но при этом основной акцент был сделан больше на антикризисные меры которые там правительство должно принимать с учетом этой ситуации но например Вадим с чего я не услышал я не услышал того что очень активно тоже обсуждается ну не только в экспертном собственности Казахстана в целом в обществе например по поводу Евразийского экономического союза какие перспективы ОДКБ какие перспективы потому что мы видим то что там условно Россия она завязала в Украине надолго второй Афганистан там или Вьетнам для нее условно как для США понятно то что санкции не отменят там через год-два это на долгое время более того не будет ужесточаться мы сейчас уже видим что Россия сама нарушает правила функционирования Евразийского потому что запретила экспорт например часть своей продукции страны Евразийского это в одностороннем порядке ни с кем не советуюсь например вот то есть опять же у многих возникает вопрос а не потянет ли Евразийского как титаник казахстанскую экономику за собой опять же вспомним там слова Лукашенко давайте ребята соберемся и обсудим ну извините ребята ну как обсудим это война санкций не против Казахстана а против вас зачем нас тянуть с собой в эту всю бодягу вот этого не было сказано хотя вопрос висит в воздухе кстати это не только там политологов интересует или там политически озабоченных людей бизнесменов это интересует экономистов интересует помнишь мы в одном из выпусков там вспоминали одного из сознавателей Кустогруп да который в своем письме бизнес да бизнесмен он тоже упоминал там по поводу Евразийского что-то нужно решать и делать сейчас многих волнует этот вопрос даже с экономической точки зрения тишина я понимаю что Токаев сделал что как бы здесь мы будем не торопиться но динамика настолько высокая риски растут с каждым днем тут решения какие-то нужно будет принимать и нужно сейчас хотя бы это проговаривать и публично вторая интрига вторая интрига меня интриговала перед этим посланием дистанцируется ли Токаев от Назарбаева или затянувшееся прощание с прошлым будет продолжаться твой ответ на этот вопрос я думаю что по-любому Токаев будет дистанцироваться от Назарбаева вот еще опять же я все время подчеркиваю фактор биологического биологического времени то есть Токаев хорошо в принципе понимает то что как бы фактор Назарбаева не будет еще долго висеть над ним я более того вот об этом уже говорили что он будет в любом случае вот этот краешек пирога под названием семья первого президента он стал уже кусать как вы заметили да я думаю что он дойдет и до начинки в любом случае будет доходить постепенно по чуть-чуть вот то есть опять же это будет и с точки зрения и возможности там там касательно передела собственности он в любом случае в Казахстане будет начинаться все же понимают что за каждой этой фигурой находится там большая бизнес-пирамида вот некоторые из этих членов первого президента были олигархами которые контролировали целые отрасли вот поэтому сейчас я думаю этот процесс в любом случае будет начинаться вот пока это идет постепенно вот но дистанцирование да оно будет происходить по сути в своих выступлениях Тукаев уже намеки делает там почему кстати вот Вадим о чем мы говорили почему не хочет там вот 30-летний период брать вот теребить его это в том числе он хочет сейчас ассоциировать жена Казахстана Новый Казахстан только с собой понимаешь вот то что сейчас он делает это вот то что только с Тукаем связано а то что вот там и плохо в том числе это вот и с президентом с олигархами с членами семьи которыми займутся в будущем и будут уже сейчас заниматься в принципе видим поэтому да процесс будет происходить но Вадим с исторической точки зрения это все равно связка надолго сохранится потому что даже считать биографию Тукаева как бы его становление как дипломата как человека входящего в элиту политическую все это было при Назарбаеве да то есть эти 30 лет невозможно будет вычетнуть из истории из учебников истории ну никак В известной мысли они сианские близнецы да 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 и потом не будем забывать что когда-то Назарбаев сам его предложил да в качестве преемника правильно он же не Зеленский там на выборах победил я тебя понял так что все-таки ты предпочитаешь вот вторую часть это все-таки долгое прощание с прошлым вот это дистанцирование это будет процесс да и я почувствовал в твоих словах намек что радикальное дистанцирование произойдет ввиду естественных причин некий да да хорошо не будем расшифровывать так все-таки Досом нас ждут реформы или продолжение игры престолов я думаю что игра престолов да она будет продолжаться еще в течение года полутора но опять же давай не будем забывать что то систему которую Назарбаев выстроил а ведь эта система строилась с помощью я говорил по принципу сохранения баланса внутри элиты за счет баланса компромата вот эту систему очень тяжело сломать плюс еще коллективный Назарбаев о чем мы уже много раз говорили и от него тоже только быстро избавляться не хочешь как я понял он все время ссылается на очень короткую скамейку запасных но опять же здесь в чем ошибка он когда говорит о короткой скамейке запасных он все время имеет ввиду номенклатуру то есть то что внутри самой системы не иметь ввиду там представители гражданской общества которые с удовольствием могли бы занять те или иные позиции если бы дали им карт-бланш представители бизнеса не олигарх а того бизнеса который мог с нуля что-то сделать и может очень многие хорошие инновации внести в сферу экономического развития страны чиновники которые когда-то ушли из системы потому что не хотели мараться коррупции много людей таких есть но пока мы этого не видим поэтому я думаю да сейчас идет будет определенный период идти укрепление позиций Тукаева внутри элиты за счет сокращения влияния былых представителей политический бизнес элиты Казахстана связан с президентом с его семьей параллельно Тукаев будет готовиться к выборам 2026 года если конечно досрочно не захочет провести президентские выборы вот под это дело в любом случае Вадим ему придется хочет он того или нет но что-то менять в стране вот знаешь интересный такой был у нас разговор недавно буквально с некоторыми моими коллегами-экспертами такая прозвучала интересная фраза в чем отличие Тукаева от Назарбаева то что Тукаев пока еще чувствует себя как слабый игрок то есть в том плане то что система была создана все-таки не им он только сейчас пытается взять под контроль эту элиту встроить в эту систему какие-то собственные определенные парадигмы развития но он пока еще слаб то есть с точки зрения международного сообщества часть сообщества стало к нему относиться пока не очень хорошо из-за январских событий другая часть этого сообщества там в лице России и так далее его воспринимают как человека из своего круга вот я думаю что вот эта токсичная дружба от нее нам надо избавляться поэтому ему сейчас необходимо время чтобы это все укрепить укрепить свои позиции укрепить свою репутацию авторитет легитимность о чем я уже говорил и в глазах казахстанцев и в глазах международного сообщества это требует время вот но с другой стороны рассчитывать на то что он будет я уже об этом не раз говорил вторым там Зеленским или Саакашвили которые что-то начали менять или пытались менять на это не стоит рассчитывать именно потому что как дипломат он будет очень долго выверять разные шаги куда двигаться куда нет как дипломат он будет всеми силами избегать какие-то конфликты серьезные вот а с точки зрения политических кардинальных изменений без конфликтов никак не обойдешься как человек системы который когда-то создал Назарбаев все-таки Тукаев еще будет побаиваться общество он будет побаиваться давать свободу этому обществу потому что как в послании мы уже видели он уже намекает на том что ребята как бы ну вы говорите говорите но не заговаривайтесь вот я поэтому думаю что это будет движение вперед но движение знаешь я назвал это улиточной дипломатии то есть двигаться медленно но в случае чего закрыться да в этом скажем так раковину а глядеться по сторонам вылезти все нормально двигаться дальше то есть это тоже может быть движение вперед довольно медленно вот смотри движемся к концу последний такой вопрос мы с тобой так достаточно широко глубоко обозрели послание президента к народу и я подумал вот о чем у нас ведь с тобой такой взгляд амбивалентный на нее двойственный что ли на вот эту его половинчатость но может быть мы просто радикальность и реформы вот эти слова понимаем и вкладываем в них совсем не то что он для него-то в его органике это капец какое революционное же послание и в глазах и парламента и правительства то же самое вот увидишь сейчас начнутся эти отклики за строкой послания там так и будут называть революционно там вообще да все может быть у нас вот разные подходы разные что ли уровни притязаний вот к радикальности и к самим реформам не ну Вадим нам немного легче потому что когда ты находишься долгое время внутри системы это как в фильме Матрица да ты постепенно начинаешь как бы притуплять свой взор потому что ты мыслишь уже как система да или как основная часть представителей этой системы то есть да по сравнению с тем что было при Назарбаеве это послание сама система будет воспринимать как нечто вау да то есть на самом деле даже не реформа а революция вот но с нашей точки зрения потому что мы немножко стоим над системой и можем обозреть всю ситуацию целиком то есть у нас широкий круг общения в разных социальных группах этнических демографических да то есть у нас пазлов намного больше которые позволяют картину создать что происходит в Казахстане у них пазлов меньше они большие пазлы гигантские фундаментальные да но они не создают всю картину целиком поэтому да с нашей точки зрения то что сейчас делается это надо было делаться уже там лет 10-15 назад да но даже хорошо то что сейчас предлагается в каких-то пунктах нужно было делать более радикальные шаги где-то какие-то пункты неплохие но необходимо чтобы это было не точечное изменение а изменение всей системы как вот конституционный суд судебную систему нужно тоже менять целиком вот и так далее то есть поэтому да я с другой стороны ну Тукаев заявил что должно быть плюрализм точек зрения правильно посланий вот мы свой плюрализм точек зрения уже в течение многих лет презентируем подаем как мы видим этот Казахстан и к сожалению многие наши прогнозы пессимистические очень мрачно они сбываются и это плохо я не хотел бы чтобы сбывались плохие прогнозы мы уже устали от этого Вадим мы хотим чтобы мы и касательно вот наших детей чтобы смотрели будущее Казахстан оптимистично оптимистично а мы это будем смотреть когда еще раз повторю власть не будет создавать иллюзию того что она да чего-то там слушает но делает все по-своему когда сама власть будет понимать что все что она говорит и делает это не ради политтехнологии не ради рекламы не ради рейтингов Тукаева это ради будущего стороны каждого гражданина в этой стране вот потому что то что Назарбаев создал за 30 лет это как раз таки является конкретным примером того как можно проморгать все возможности время ресурсы которые были у человека и это все привести к началу необходимости изменений понимаешь Вадим да вот Тукаев вот это должен самое главное понять именно вот это что сейчас да у него есть пока еще и ресурсы есть пока еще определенное доверие участие населения не у всего естественно есть январские события которые наконец должны промыть всем мозги но если они проморгают и это если все заговорят если опять попытается все превратить в какой-то политический спектакль то тогда следующего удара страна не выдержит даже с учетом опять же вот этих геополитических катастроф и хаоса которые мы наблюдаем он правильно отметил что если в стране начнется раздрай конфликт и так далее то тогда это может привести к тому что там и внешние силы мешаются но как показывает последняя ситуация именно внутриэлитный конфликт об этом я уже не раз говорил именно он привел к дестабилизации обстановке в Казахстане именно элиты заложили те бомбы которые взорвались вот и поэтому мы не хотим чтобы в будущем эти бомбы опять взрывались в стране и чтобы наша страна тонула шла ко дну вот мы хорошо понимаем что часть этой элиты может вовремя смыться но еще раз повторю вот сейчас у Казахстана второго шанса Вадим не будет не будет второго шанса Досом огромное тебе спасибо за глубокий комментарий надеюсь не последний за вопросы подписывайтесь на канал Досома Садпаева аудиторием Кью Зет и на наш канал Гиперборей нажимайте на колокольчик будете неизменно получать уведомления о каждом новом ежедневном выпуске нашего канала ставьте лайки пишите комменты делайте репосты и я всегда искренне благодарен вам за донаты Копрахмет огромное всем спасибо Безбергемез мы делаем Гиперборей вместе на этом я с вами ненадолго прощаюсь Салбонасдар А ну давай давай скорей оцени новый выпуск на Гиперборей Грей 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 Гиперборей Грей Грей Это супер Здесь нужно понимать что это в какой-то степени даст дополнительный толчок и развитие региональной экономики Грей 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 Продолжение следует...